Дорожный коллапс из-за непогоды. В Гомеле развернуло троллейбус и наблюдались пробки, а за городом погибли люди. Предположительно отказали тормоза. Эксперты разбираются в причинах аварии с автобусами. За помощью к медикам обратились 11 пассажиров. В Гомеле регионе ходят фальшивки, о чем предупреждают эксперты и как распознать подделку. В Речице задержана группа подростков-закладчиков. По какой схеме они работали и как узнать наркозбытчиков. Репортаж Алексея Немкевича. Как защитить молодежь от вовлечения в занятия наркобизнесом, а также об опасности психотропов. Поговорим с экспертом. А также взрыв автобуса в мегаполисе. Человек, который убежал от падающей опоры. И собака-галкипер. Интересные факты в рубрике «Я очевидец». Начнем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. Небывалые залежи чистого спирта обнаружили оперативники в лесном массиве под Калинковичами. Объем найденного продукта составил 900 литров. Тайник находился в полутора километрах от одной из деревень. Милиционерам изъято 90 полимерных канистр емкостью по 10 литров. Контрафактный товар направлен на экспертизу. Испугалась собака и выбежала на проезжую часть. В Речице ребенка сбила машина. Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 марта. Собака набросилась на 11-летнюю девочку на перекрестке Чапаева-Калинина. Тогда та шла по тротуару. От испуга школьница внезапно выскочила на дорогу, где ее зацепил легковой автомобиль. После удара девочку обратно откинула на тротуар. У пострадавшей закрытый перелом правой ноги, на теле рана от укуса на левом бедре, ссадины на лбу и правом предплечье. В этот же день на больничную койку попал и житель Жлобинского района. Управляя мотоциклом Ява, без мотошлема и не имея прав, 32-летний парень в деревне Щедрин съехал на обочину и врезался в дорожный знак. Мотоциклист получил черепно-мозговую травму и с головного мозга был госпитализирован. Из-за непогоды в Гомельской области произошло множество мелких и несколько крупных ДТП. Так, в Гомельском районе в неуправляемый занос вошел автомобиль ВАЗ. Водитель стал выруливать и столкнулся с попутным микроавтобусом. Пассажиры обоих транспортных средств в больнице. Водитель легковушки оказался заблокирован в авто. На помощь пришли спасатели, но извлечь водителя живым не удалось. Неприятная обстановка имела место и в областном центре. Из-за мелких ДТП наблюдались пробки. На улице Полеской в результате гололеда столкнулись с десяток автомобилей, а на улице Советской на скользкой дороге занесло троллейбус. Машина зацепила дерево и часть его ограждения, после чего развернулась поперек проезжей части. Пассажиры не пострадали. На остановочном пункте столкнулись два пассажирских автобуса МАЗ. ДТП произошло на улице Интернациональной в Гомеле у проходной завода имени Кирова. По предварительной версии, у одного из автобусов отказали тормоза. Он въехал в другой, а тот, в свою очередь, в маршрутный микроавтобус. Несколько пассажиров в результате аварии получили ушибы. По данным ГАИ, за медицинской помощью обратились 11 человек, 9 после осмотра отпущены домой. По факту ДТП проводится проверка. Фальшивые купюры достоинством в 50 белорусских рублей обнаружены при пересчете выручки, полученной в феврале из различных торговых точек Гомеля. Милиция разыскивает фальшивомонетчиков, а эксперты советуют гражданам быть более внимательными при расчете наличными. Сразу несколько фактов. Распространение фальшивых денег через магазины и обменные пункты Гомеля расследуется сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Речь идет о подделках 50-рублевых купюр Национального банка Республики Беларусь. В одном случае фальшивыми полусотнями рассчитались в обменном пункте и Давыдовском рынке. В другом в тот же день оплатили продукты в торговом центре Мандарин Плаза. Из-за спешки и большой загрушенности кассиры не обратили внимание на сомнительные банкноты. Подделку выявили только при пересчете. Купюры достаточно низкого качества были изготовлены способом цветной струйной печати, поэтому определить подделку мог даже не специалист. Первое, на что стоит обращать внимание, это наличие водяных знаков и защитной нити, то, что видно на просвет, а также защитные волокна и качество бумаги. Несмотря на то, что белорусские деньги считаются одними из самых защищенных в мире, это далеко не первый случай обнаружения отечественных фальшивок. Чаще всего липовые купюры выявляют в финансовых учреждениях и объектах торговой сети. А сбытчиками обычно оказываются обыкновенные граждане, которые даже не подозревают о том, что случайно после посещения рынка или покупки товара с рук оказались обладателями фальшивок. Тем не менее, для следствия только эти люди могут пролить свет на то, каким образом у них в руках оказалась подделка. В ВД администрации советского района города Гомеля устанавливаются личности граждан, которые могут располагать сведениям о фактах сбыта в городе Гомеле поддельных денежных билетов Национального банка Республики Беларусь, имеющие место в феврале 2019 года. За подделку денег можно получить до пяти лет лишения свободы. А если фальшивомонетчик привлекается повторно и действовал в составе организованной преступной группы, то ему светит от пяти до пятнадцати. Кстати, нередко мошенники попадаются в руки закона благодаря записям камер видеонаблюдения. Если вам известны эти граждане, запечатленные системой слежения в торговых точках Гомеля, милиция просит сообщить об этом по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Требуется закладчик, оплата высокая. Такие объявления стали все чаще появляться в интернете. Наркодилеры активно рекрутируют молодежь, обещая высокие доходы. На деле же золотые горы заканчиваются длинным тюремным сроком и навсегда испорченной биографией. Только за прошлый год в Белоруссии зарегистрировано около пяти тысяч наркопреступлений. Как распознать меню разбытчика? Куда ведет первый наркоопыт? И можно ли переломить печальную тенденцию? Ответы на эти вопросы в материале Алексея Немкевича. Это очередное задержание так называемого закладчика, человека, который занимается распространением наркотика. В основном синтетики. Сюда могут входить различные ее разновидности, например, соли для ванн, Ка-2, Фла, Каспайсы и Альфа-ПВП. К слову, последние два вида стали угрозой национального масштаба. Изготовленные в лабораториях они наряду с традиционными наркотиками, не что иное, как чума 21 века. Однократный прием наркотического средства модулирует, то есть преобразует настолько, что даже одна проба наркотика способна по своим эффектам закрепиться в генетической памяти и передаваться по наследству. О том, насколько опасны наркотики, в областном наркодиспансере знают не понаслышке. Например, койки в этом процедурном кабинете, где снимают болезненные симптомы после приема зелья, пустуют крайне редко и новые пациенты добавляются регулярно. Это определенное, совсем неумеренное, к сожалению, количество людей. Эти люди есть и количество их, увы, не сокращается. Но откуда к нам поступают наркотики и почему бороться с ними? Задача не из простых. Отвечая на этот вопрос, заметим, что по некоторым данным в мире ежегодно могут появляться до сотни разновидностей синтетических наркотиков. Изготовители зачастую лишь слегка изменяют структуру уже известного психоактивного вещества и получают его новые виды. Дальше остается найти тех, кто доставит наркотик покупателю. В последнее время прибавилась работа у маляров. Теперь рисуют не только граффити, но и такие вот странные надписи. В данном случае это ссылка приглашения. Здесь предлагают работу закладчика. В числе потенциальных жертв любой желающей заработать деньги и проблемы. И вот, что нужно знать тем, кого прельстил такой вид заработка. Закладчики – это рядовая пехота наркобизнеса, пушечное мясо, с которым никто не считается. Беспечность, с которой они соглашаются на эту работу, не позволила им открыть уголовный кодекс и прочесть несколько строчек, чтобы поинтересоваться тяжестью наказания, которая их ожидает за это занятие. В большинстве своем они начинают раскаиваться после того, как уже несколько месяцев проведут в СИЗО. Тогда, да, они осознают, что свободы лишены, ограничены во всем. Жесткая дисциплина, режим. Однако, несмотря на большие сроки, желание заполучить легкие деньги фактически полностью лишает таких людей чувства самосохранения. И новые закладчики выходят на улицы с очередными свертками наркотиков. Остановить этот поток силами только правоохранителей – задача непосильная. Чтобы понять, что вы заметили лицо, причастное к размещению закладок в тайниках, достаточно обращать внимание на молодых людей, как правило, возраст средний – 20-22 года. Бывают совсем юные – 16-17, которые ведут себя настороженно, оглядываются по сторонам, подходят к различным полисадникам, присаживаются к ним, что-то закапывают, после этого отходят, фотографируют на мобильный телефон. К слову, неравнодушие и бдительные жители региона уже помогли задержать наркодилеров. Тщательно продуманную преступную схему сломал всего лишь один звонок в милицию. В оперативную дежурную службу Реческого РОВД поступило сообщение от жителя частного сектора города Речицы о том, что неизвестные роются в кустах, в траве и под деревьями возле его дома. По данному сообщению первыми выехала группа задержания Департамента охраны. А молодой человек при виде милиционеров бросился бежать и выбросил часть свертков, которые находились у него в кармане, в канализационную трубу. Его еще четверых подельников в возрасте 17-18 лет задержали. Все они розничные дистрибьюторы, интернет-магазины по продаже наркотиков. Общее количество изъятого у них более тысячи разовых доз психотропа. Согласно статистике, большая часть наркотиков и психотропа в стране распространяется с помощью интернета. Там же вербуют и минеров-збытчиков. В общем, преступность сильно продвинулась вперед. Однако правоохранители тоже не отстают. За прошедший год только в нашем регионе было выявлено порядка 700 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 285 сбыт. Кроме того, за это время оперативниками было перекрыто более полутора десятков каналов поставки наркотических веществ и психотропных средств. Все это говорит о том, что проблема никуда не ушла. И актуальна до сих пор. Алексей Немкевич, Василий Осипцов и Андрей Иванов. Специально для программы «Де-факто». Наркопреступность не стоит на месте и стоит лишь на мгновение ослабить контроль, как появятся новые схемы наркотрафика, увеличится количество наркодилеров и тех, кто играет лишь скромные роли пешек в этой игре. О том, как защитить нашу молодежь от наркотиков и как выглядит картина наркопреступлений в Гомельской области, поговорим с официальным представителем УВД Гомельского облсполкома Виталием Пристромовым. Виталий Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В последнее время в сводках управления внутренних дел можно наблюдать о том, что довольно часто фигурируют факты о распространении наркотиков. Можно ли говорить о том, что наблюдается какой-то рост этих преступлений? На самом деле органы внутренних дел в состоянии контролировать ситуацию в сфере незаконного оборота наркотиков. Если сравнивать два месяца этого года и прошлого, то у нас зарегистрировано 163 преступления. На одно преступление больше по сравнению с прошлым годом. Поэтому в целом мы продолжаем активно противодействовать наркотикам. И у нас уже есть, конечно же, конкретные примеры. В частности, перекрыто три канала поставки через Республику Беларусь наркотических средств. Это за этот год? Да, совершенно верно. Именно в этом году уже пытались провести марихуана, в частности, такой факт был в Калинковичах. А также в суде рассмотрены материалы уголовного дела и 8 членов преступных группировок, осужденные к уголовной ответственности. На мой взгляд, молодежь активно вовлекается в эти виды преступлений. Почему так происходит? Действительно, среди молодежи очень часто распространяются наркотические средства. И это связано с тем, что зачастую родители не уделяют достаточно внимания воспитанию. Второе, конечно же, это низкая духовность и где-то какие-то устои, которыми принеблегают молодые люди. Третье, конечно, можно сказать о том, что окружение и те сверстники, которые общаются, и которые уже где-то употребляют наркотики, они предлагают своим друзьям также попробовать, потому что это, наверное, модно, потому что это любопытно, интересно. И, конечно же, после того, как они употребили, они становятся наркозависимыми. И на сегодняшний момент это интернет. Это безграничное пространство, где на различных запретных и запрещенных интернет-сайтах можно приобрести вполне по доступным ценам наркотические средства, которые потом употреблять уже. Но ведь многие молодые люди знают, что это опасно, знают, что вовлекаться в наркооборот тоже нельзя, потому что грозят большие сроки ответственности. Почему все-таки это происходит, на ваш взгляд? На мой взгляд, это происходит потому, что сегодняшнее поколение, поколение Z, как его называют, живут по формуле «здесь и сейчас». То есть им предлагают определенные деньги за те же самые закладки, за реализацию наркотиков, которые они получают и сразу тратят. Наши дети, они не хотят жить и думать о том, что будет завтра. Они хотят жить сейчас и получать все от этой жизни именно сейчас. Конечно же, органы внутренних дел не стоят на месте. Практически в ежесуточном режиме мы работаем, мы изучаем каналы поставок, в том числе и через интернет, мониторим ситуацию. Наша цель максимально ограничивать именно каналы поставок Республики Беларусь наркотических средств. Но в том числе мы, конечно же, работаем не только с покупателями, но и продавцами. Смотрите, за прошлый год было закрыто 36 интернет-кошельков, которые использовались для того, чтобы продавцы получали деньги от покупателей за незаконный товар. Мы вышли с предложением и были закрыты 16 интернет-площадок, на которых предлагался наркотик как для реализации, как для изготовления и для других целей. То есть наша работа, конечно же, это не только выявление, но и профилактика. То есть 36 кошельков – это те кошельки, которые открывали молодые люди, когда становились закладчиками, я так понимаю? Нет, 36 электронных кошельков – это те кошельки, которые использовали продавцы, так называемые интернет-операторы, и покупатели посредством перевода на них реальных денег могли потом, опять же, поднять эту закладку и уже употребить. Думаю, что это немало. Вовлечение молодежи в наркобизнес – это проблема национального масштаба. Мы поинтересовались у гомельчан, как защитить молодежь от наркотиков. Я думаю, что в первую очередь заинтересовав их чем-то другим, тем, что в самом деле будет им интересно и захватывающе, причем делать это с самого детства. Главное, чтобы в сознании это было, что это не надо, какие могут быть после этого последствия, и не поддаваться дурному влиянию, скорее ограждаться от него, обходить сторону, не бояться сказать «нет, мне это не надо». Все зависит от родителей, от той обстановки, которая складывается в семье. Поэтому родители за все в ответе за своих детей. Тут надо детей не на балконе выращивать, а в селе, когда они более выдержанные, надежные, крепкие. А у нас балконные вырастают, родители их нянчат, бабушки, дедушки нянчат их. Они выходят в жизни, абсолютно неподготовленные к жизни. Даже, ну, это даже не от воспитания зависит, а уже от самого человека. Просто вот хочет попробовать, а потом тягивается, и все. Должны работать правоохранительные органы, которые владеют обстановкой. Ну и кто неравнодушен, знает, кто злоупотребляет или употребляет, или как ворота, продает это все. Значит, сообщать, без всякого всего, не считать, что это зазорно, и что пресекать. Нужно с детства объяснять, что это плохо, вредно. Пропаганда здорового образа жизни обязательно должна быть. С детства нужно объяснять ребенку, чтобы в будущем избежать плохих последствий. Информации больше давать масса, что это вред. Нужно проводить побольше мероприятий, которые будут показывать, что наркотики – это плохо. Надо исключить в некоторых магазинах этот товар, чтобы они приходили, а его нет. Например, в интернет-магазинах, да? Ну да. Действительно, надо чем-то увлекать молодежь. Если заняться нечем, то хочется пробовать что-то новое. Если нового ничего нет, наркотик – это что-то новое, интересное, неизведанное. Ну и, конечно, просвещать нужно. Что такое наркотики вообще? Ну, Виталий Валерьевич, как Вы можете прокомментировать мнение гомельчан? Вы знаете, соцопрос весьма содержательен и интересен. Особенно мне понравилось мнение пожилого гомельчанина о том, что мы растим балконных детей. Это тех детей, которые не знают, что такое природа, что такое другой образ жизни. Но, к сожалению, это реальность. Второе, конечно, на что хотел бы обратить внимание, это, конечно, то, что уже выработалась определенная активная гражданская позиция у граждан. Они болеют душой в прямом смысле этого слова. И им не безразлична проблема распространения наркотиков. И они даже предлагают, и я с ними полностью согласен, что детей нужно заинтересовывать, вовлекать какие-то другие способы существования и способы проведения досуга. Согласен абсолютно. Но об гражданской позиции мы поговорим чуть позже. А сейчас расскажите, насколько быстро молодежь вовлекается в зависимость от наркотиков, если начинает употреблять психотропные средства. Действительно, наркотики, а именно дизайнерские наркотики, они настолько опасны. Впрочем, можно сказать о том, что любой наркотик опасен. Но дизайнерские наркотики, они опасны тем, что они мгновенно действуют на организм. Это те, которые относятся к категории альфа-ПВП, да? Это альфа-ПВП, это мифедрон, это все, которые сделаны химическим путем. Моментальное привыкание. Это психоз, это неконтролируемая ситуация. Это даже мысли о суициде. То есть подросток, а это, в принципе, и подросток, и молодежь, они моментально происходят привыкания, и в последующем, если брать уже какие-то медицинские аспекты, лечение от этой зависимости будет очень сложным и долгим. Поэтому, конечно же, лучше не принимать наркотики, лучше не привыкать к ним. Лучше не начинать. Совершенно верно. Лучше даже не начинать. Мне кажется, сегодня эта проблема действительно по праву и очень активно обсуждается в средствах массовой информации. И люди все больше проявляют гражданскую позицию по отношению к тем, кто занимается распространением. Ну, к тем же закладчикам, да? Свежий пример, это город Речица. Как действовать людям, когда они видят, что кто-то занимается данным видом распространения наркотиков? Правильно вы привели пример, Александр, это Речица. Но до этого у нас уже в Новобелевском районе города Гомеля, когда гомельчанин остался небезразличным. И первое, что его привлекло внимание, это вспышки фотокамеры, которую он увидел вечером, в ночное время. То есть нашим гражданам нужно понимать, что если они где-то увидят, подростки ходят, где-то останавливаются возле кустов, возле столбов, и увидят они вспышки смартфона в темное время суток, совершенно верно, то нужно обязательно быть уже на чеку и быть внимательным. Особенно, если вы этих подростков не знаете, и они для вас не знакомы. Не поленитесь, наберите 102. Вы идут сотрудники милиции, и мы разберемся. Или это было просто спокойное какое-то увлечение селфи, там, допустим, они делали что-то еще. Или все-таки их действия связаны с распространением наркотиков. Можно же отличить, что человек делает селфи, самоснимок, да, либо он фотографирует там какую-то травинку, или какой-то там камушек, или тот же серфик. Совершенно верно, совершенно верно. Если все же вы увидели, что подростки там или другие, да, значит, молодежь оставила какие-то закладки, да, так называемые мины, и в это время убежали, тоже позвоните в 102. Но в этом случае вы можете, когда приедут сотрудники органов внутреннего дела, выйти, показать места, где были сделаны схроны, но при этом до приезда сотрудников ни в коем случае не берите в руки, не пытайтесь разрыть, достать, развернуть эту закладку, посмотреть, что внутри. Потому что психотропы направляются на экспертизу, кроме этого берутся, естественно, отпечатки пальцев, чтобы иметь какую-то доказательную базу для уже следственных органов. И поэтому все-таки я прошу проявлять гражданскую позицию, не оставаться в стороне. Многие могут бояться, но стоит ли действительно опасаться на звонках в милицию и сообщать о том, что кто-то занимается этим видом деятельности? Я вам скажу наоборот. У нас есть определенные формы, методы поощрения тех людей, которые оказали содействие сотрудникам милиции и органам внутренних дел в целом в раскрытии преступления, а тем более это тяжкое, наиболее тяжкое преступление в сфере оборота наркотиков. Мы и выразим благодарность, и эта благодарность будет подкреплена еще и какими-то денежными премиями. Поэтому не стоит бояться, проявляйте свою гражданскую позицию. И хотел бы еще остановиться на одном моменте. Так называемые трафареты, которые уже заполонили город Гомель. Граждане видят эти трафареты на многих домах, на зданиях. Поясните, что такое трафареты, потому что многие могут все-таки не понимать. Это реклама. Это реклама телеграм-канала, реклама телеграм-бота, на котором дан адрес интернет-магазина по продаже наркотиков. Так вот, если вы видите, что на вашем доме или на остановке появилась такая реклама, незамедлительно звоните 102. У нас налажен контакт с службами ЖКХ. Они моментально приедут, отреагируют, закрасят, уберут эту надпись. Мы же со своей стороны будем проводить мероприятия для того, чтобы установить, что это за интернет-магазин. И будем искать людей, которые наносят эти трафаретные надписи. Виталий Валерьевич, я благодарю вас за полезный и конструктивный разговор. Спасибо огромное, Александр, за приглашение. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий и видео, снятых людьми со всего мира. Очередное селфи на грани жизни и смерти. В Аризоне женщина полезла в вольер ягуара, чтобы сфотографировать себя на фоне черной дикой кошки. Чечник туристку не ждал и набросился на гостью. Она чудом смогла перелезть обратно через забор и испытала шок. Своими когтями ягуар оставил на теле женщины рваные раны. А это Гватемала, национальный чемпионат по автоспорту. Выступление участников организаторы решили разбавить небольшим авиашоу. Но пилот одномоторного самолета не справился с управлением и врезался в дерево, едва не зацепив трибуны со зрителями. Машина упала на дорогу, пилот и механик погибли на месте. Кадры из Мексики, где за рулем уснул водитель бензовоза. Проезжая перекресток, мужчина наехал на легковушку и его машина опрокинулась. Многотонная цистерна мгновенно воспламенилась. Водитель грузовика погиб, а пассажир легкового автомобиля в больнице. В Стокгольме взорвался пассажирский городской автобус. Вспышка попала на камеры очевидцев. Водитель решил въехать в тоннель, но зацепился расположенным на крыше газовым баллоном за знак ограничения высоты. Автобус сгорел полностью. Сообщается, что пассажиров в машине на тот момент не было. Водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Чудом унес ноги. Это про человека, который на этом видео смог убежать от падающей опоры линий электропередач. Та едва не накрыла мужчину и рухнула прямо у него за спиной. В общем, все как в американском кино, только декорации и актеры из жизни. А это штат Арканзас. Осветительная опора упала на игровое поле прямо во время футбольного матча школьных команд. Чудом обошлось без жертв. Но рефери она сломала ногу в двух местах, а одному из игроков причинила легкие травмы. Очень опасная сцена. Такой футбол никому не нужен. К слову, минувшая неделя была богата на курьезные происшествия в футболе. В Аргентине в матче между командами третьего дивизиона собака отбила мяч и спасла вратаря от позора. Галкипер неудачно сделал удар со штрафной, мяч угодил в игрока другой команды и соперники пробили по воротам. Это был бы стопроцентный гол, но великолепный сейф оформила обычная дворняга, которая случайно пробегала перед воротами. Чудо, правда, даже оно не спасло команду вратаря от поражения в этом матче. А в Японии игрок умудрился получить травму, празднуя гол. После удачно завершенной атаки бразилец Андерсон Лопес побежал к ограждению, на радостях перепрыгнул рекламный щит и пропал из виду. Оказалось, что уровень земли за щитом был на несколько метров ниже уровня поля. Бразилец упал на бетон и получил легкую травму, но смог продолжить игру и после этого даже забил еще два гола. В Славянске, на Кубани, пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором пострадал байкер. Управляя автомобилем «Шевроле Нива», он совершил левый поворот и в этот момент в него въехал мотоциклист. От удара автомобиль развернуло, байкер в больнице, а водитель Нивы под следствием. В его крови нашли алкоголь. Разметка обычная, но подход творческий. Эти рабочие придумали, как сделать зебру заметнее и заставить водителей сбавить газ перед пешеходным переходом. Краска, нанесенная по определенным законам геометрии, создает впечатление, что белые полоски объемные и парят над асфальтом. Пока разберешься, что к чему, нога по неволе нажмет на тормоз. На сегодня это все. Увидимся на Беларуси 4 в это же время, а ровно через неделю. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова